Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это гайд, как честно зарабатывать золото в Need for Speed No Limits. Данный ролик будет больше ориентирован на новичков, нежели на тех, кто в игре пребывает месяц, два или более. Они уже в курсе, что как работает в игре. Начнем с самого вида валюты, золота. Для чего оно в игре и что можно с помощью него приобрести? Золото в Need for Speed No Limits выступает в виде элитной валюты. На старте копится быстро, а вот дальше тяжелее и дольше. За золото мы можем приобрести премиум контейнеры в доках, чертежи авто на черном рынке, материалы, неон, пополнить топливо или приобрести билеты для особых событий. Что из этого списка стоит покупать, скажу после того, как мы разберем, где это золото добыть. И тут мы отправляемся в ежедневные задания, которые обновляются каждый день. Дрифт 800 метров. Все просто, дрифтим 800 метров и задание выполнено. Выиграть не менее 5 гонок в компании. Отправляемся в компанию и проходим гонки. Если вы застряли на какой-то главе, то всегда можно перепройти повторные гонки или использовать пропуск, чем я чаще всего и занимаюсь. Для лучшего эффекта проходите гонки, которые предоставляют недостающие материалы или чертежи авто. Материалы понадобятся для переделывания деталей или повышения их звездности. А такое задание у нас тоже есть, и всего нужно переделать две детали, а заполнить ячеек материалов три. Это все проделываем в гараже. Близкие столкновения. 10 штук. Чтобы выполнить это задание, вам необходимо проехать рядом с городским трафиком или сделать так называемый риск, проехав в притирку с обычными машинами. На тачке копов и соперников это не распространяется. Далее использовать закись азота в сумме 60 секунд. Тут, думаю, все понятно, как и с заданием взлететь на 30 секунд. Гонки с трамплинами в компании обозначаются так. На них изображен самолет. Также трассы с трамплинами попадаются в соперниках в андеграунде, моносерии, особых событиях и в испытаниях тюнингом. Каждый день абсолютно всем игрокам в грузовых доках бесплатно подгоняют 5 контейнеров улучшения. Забрав один, через 10 минут появится следующий. Когда заберете все 5, выполните еще одно задание. Катим дальше. Выиграть 3 гонки в моносерии. Тоже понятно, но отсюда сразу совет. Проходите именно 3 гонки, не больше. Так как в моносерии события могут быстро закончиться. И настанет момент, что это задание вы не сможете больше выполнять. Поэтому потихоньку, размеренно по 3 гонки в моносерии в день. Кстати, одна из золотых жил по фарму золота это как раз моносерия. Золото здесь завались. Но для каждой моносерии нужны конкретные автомобили. Следующее задание. Приобрести 6 различных материалов на черном рынке. Отправляемся на черный рынок, заходим во вкладку снизу предметы и приобретаем только те, что доступны за баксы. Золото тут мы не тратим. Необходимо приобретать именно разные материалы. Чтобы сменить материал нажимаем на сменить материал. Выбираем необходимые, смотрим рекламу и после покупаем его. Задание выполнено. Также за 9 выполненных ежедневных заданий вы получаете 5 золотых слитков. Это тоже дейлик. Но и у нас осталось последнее. Это выиграть 2 гонки в испытании тюнингом. Там за участие в одной гонке нужен лишь 1 бак топлива. За все выполненные ежедневные задания вы заберете 36 слитков золота. А если выполнять их каждый день, то за месяц выходит больше 1000 золотых. За год больше 12000. Ну если конечно вы задержитесь настолько в игре. Помимо дейликов у нас есть миссии. Тут дают больше золота, но задания посложнее. В том плане, что их выполнять придется долго. Например вот. Выиграть 5000 гонок. Приз 200 золотых. Также в миссиях есть задания за успешное выполнение которых вы получаете баксы и чертежи различных авто. Еще несколько слитков можно получить за просмотр рекламы. В день их доступно 4. Дальше за просмотр будут давать баксы. Поднимая уровень своей учетной записи или как это называется уровень репутации, вы также получаете 15 золотых и пополняете запас топлива. Иногда, когда разработчики косячат с обновлениями игры, что бывает редко, они в качестве компенсации могут дать несколько слитков за доставленные неудобства. Что ж, мы рассмотрели все возможные способы фарма золота в игре. А теперь вопрос, куда же лучше всего тратить эту элитную валюту? Так как недавно вышло обновление в Need for Speed No Limits и добавили долгожданные неоны, то можно конечно же в них все вбухать. И преобразить свою точилу. Чем лично я и занимался в крайнем видео. Но лишь потому, что ждал их давно и золото особо в игре уже не тратил. Вам же рекомендую копить золото и использовать его для покупки билетов в лайф-ивентах и в хранилище событий. В редких случаях можно приобрести 5 премиум контейнеров. Иногда я еще покупаю недостающие чертежи авто на черном рынке. Вот такой вот коротенький гайд, народ. Если вам он был полезен, влупите ему свой бесценный лукас. И оставьте коммент, на что вы тратите золотишко в игре. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok